Только во время одной вспышки птичьего гриппа в 2003 году пришлось уничтожить, вы только представьте, более 200 миллионов кур, чтобы предотвратить распространение вируса. Это была одна из крупнейших эпидемий в истории. Она стала причиной гибели поголовей домашней птицы в странах Азии, Ближнего Востока, Европы и Африки. Не обошлось и без человеческих жертв. Скончались свыше сотни инфицированных людей. Что мы знаем о птичьем гриппе и насколько он опасен для человека, расскажу в следующие несколько минут. Это Актуально. Здравствуйте. Сколько домашней птицы погибло в 2003 году во время вспышки птичьего гриппа, точно неизвестно. Но по официальным данным, производители куриного мяса потеряли из-за этого миллиарды долларов. Эпидемия привела к инфицированию миллионов домашних птиц, сотням случаев заболевания и даже летальным случаем у людей. Вирус после той пандемии закрепился в популяциях домашней птицы в некоторых странах. Человек может заразиться птичьим гриппом сразу несколькими способами. В первую очередь при контакте с инфицированными животными. Вирус может попасть в организм и через загрязненную окружающую среду. Небольшое количество случаев заболевания людей гриппом было зафиксировано после потребления блюд, изготовленных из сырой зараженной крови домашней птицы. Но от человека к человеку вирус не передается. Вирусы гриппа, обширный латентный резервуар которых образуют водоплавающие птицы, искоренить невозможно. Инфицирование людей за анозным гриппом может происходить и в будущем. Чтобы свести к минимуму риск для здоровья населения, необходим качественный эпиднадзор за популяциями животных и людей. Тщательное расследование каждого случая инфицирования людей и планирование действий в условиях пандемии с учетом рисков. Вирус птичьего гриппа у человека может протекать по-разному. От легкой инфекции верхних дыхательных путей, кашля и повышенной температуры, до развития тяжелой пневмонии, острой дыхательной недостаточности и даже привести к смерти. Симптомы болезни зависят от возбудителя инфекции. Но основные проявления вируса в организме человека – это все-таки респираторные симптомы. Сообщалось о признаках и симптомах поражения нижних дыхательных путей, включая одышку или затрудненное дыхание. Симптомы поражения верхних дыхательных путей, такие как боль в горле или ренит, встречаются реже. В ходе клинического течения болезни у некоторых пациентов также отмечались диарея, рвота, боли в области живота, кровотечения из носа или десен и боль в области груди. Сейчас расскажу о том, как защитить себя от птичьего гриппа. Самое важное – это меры индивидуальной защиты, правила, которых нужно придерживаться, просты и уже всем известны. Регулярное мытье и тщательная сушка рук, прикрывание рта и носа при чихании и кашле, самоизоляция и избегание прикосновения руками к лицу. В местах, где обнаружена вспышка вируса, нельзя посещать птицеводческие хозяйства, контактировать с животными на рынках и заходить в места, где может производиться забой живой птицы. Основным фактором риска инфицирования человека вирусами птичьего гриппа, судя по всему, является прямой или косвенный контакт с инфицированной живой или мертвой домашней птицей или загрязненной окружающей средой, такой как рынки живой птицы. По всей вероятности, факторами риска являются также забой, ощипывание и обработка тушек инфицированной домашней птицы, а также приготовление домашней птицы к потреблению, особенно в домашних условиях. По данным Всемирной организации здравоохранения, крупные вспышки птичьего гриппа – непредсказуемые, но повторяющиеся события. В условиях роста глобальной торговли и путешествий локальная эпидемия может быстро перейти в пандемию. Берегите себя, это актуально.